Стараются где-то наклонить, где-то унизить, чтобы на коленях постояли, где-то что-то попросили и так далее. Вы что, мы создаём союз для того, чтобы задушить Беларусь? Я с вами сотрудничать не буду. Это в России причина. Поэтому не надо думать, что вот белорусы живут за счёт россиян, потому что нам что-то дают. И знаете, я вот вам хочу, россиянам, сказать, у вас там расхожая такая фраза. Не то из-за зависти, не то из-за чего-то. А, вот это белорусы, они вот тут поддаивают Россию, они за счёт России и так далее. Знаете, я, когда мотивация, просто не стоит об этом говорить. Я и президенту, своему другу и коллеге часто говорю. Вы знаете, я говорю, даже если вы вложили российский рубль или доллар в белорусскую экономику, вы будете в выигрыше больше, может, чем где-то уложите у себя. Второе. Когда вот кредиты мы у них брали для поддержания нашей валюты и прочее, это были непростые переговоры. Я Путину, говорю, как аргумент, говорю, слушай, ну чего ты уперся, дай эти несчастные миллиарды или два миллиарда долларов, ты же, говорю, свою экономику, вкидываешь, ну триллионы рублей и сотни миллиардов долларов. Он мне говорит, слушай, ну неужели ты не понимаешь, ну мы разное государство, но это же наша экономика. Я говорю, стоп. Белорусская экономика, это что? Это финишное производство. Оно как было сборочным цехом в Советском Союзе, оно так и осталось по многим позициям, ну процентов на 70 сборочным цехом, чем России. Второе. На ваших предприятиях, которые сотрудничают, поставляют комплектующие сырье для нашего сборочного цеха, работает 7, а по некоторым подсчетам 10 миллионов человек. Если остановится финишное производство, что будет с поставщиками и комплектующими вашими? У вас что, немцы купят двигатель ваш или трансмиссию, там шасси, металл? Нет. Да, вообще-то ты прав. То есть, его это убедило, да, действительно. Притом, я же говорю, не так прошу, как твои предприятия. Я прошу тебя, одолжи деньги. Мы всегда были надежными в плане возврата в этих кредитах. Как перед МВФ, которые мы взяли, так и перед россиянами. Это он точно знает. И во-вторых, ну ладно, у тебя там есть какие-то резервы, ты одолжил, так ты хоть процент получишь. А так, конечно, у тебя мертвым грузом лежат, тоже выгодно. Вот такой был диалог. Когда 2 миллиарда мы у вас заимствовали в трудные времена. И они не пошли лишь бы куда. А вы видите, что мы вложили. И это не только. Но это 2 миллиарда. Но мы только в сельское хозяйство 45 миллиардов за 2 программы вложили. Мы же не взяли у вас 45 миллиардов. Говорят, а вот они покупают у нас дешевые энергоресурсы и прочее. Ну, во-первых, мы у вас покупаем примерно в 2 раза дороже, чем ваше собственное предприятие потребляет. Это уже неравноправные отношения, неравная конкуренция. А мы в союзном государстве это декларировали. Не говоря о Европейском, Евроазиатском союзе. Что равные должны быть условия. У нас в 2 раза сложнее работать. У нас природный газ дороже значительно, чем у вас. Я привожу пример вот по теплицам. Мы у вас продаем огурцы, помидоры на расхват и конкурируем по цене. Но мы ведь газ природный потребляем из России в 2 раза дороже, чем ваше. Вопрос, почему у вас дороже, а у нас дешевле? Это в России причина. Поэтому не надо думать, что вот белорусы живут за счет россиян, потому что нам что-то дают. Это, знаете, упрощенный такой взгляд на подобные вещи. Мы эти деньги зарабатываем. И если мы чего-то одолжаем, то вы не думайте, что мы за это не оказываем услуги в России. Начиная от этого геополитетского положения, особенно сейчас, где вообще у вас единственное окно осталось в Европу. Наша армия, которую не надо подстраховывать на Западе. Они знают, что мы никогда танки на Москву не пропустим. Это публично говорю. В стороне не отсидимся. И никто этого не даст. Это наша политика. Ну и потом, есть же у нас две базы. В России, в Украине мы в свое время заплатили миллиарды за Севастополь. И кредиты дали, и так далее. У нас это практически бесплатно. Это тоже денег стоит. То есть мы оказываем для вас услуги. Если мы с иностранцев берем за проезд по нашим дорогам, то с россиян мы не берем деньги. То есть бесплатно же россияне в руководстве России деньги в штат тоже умеют. Особенно если кому-то дают или помогают. Поэтому вы не думайте, что мы вот на хлебнике у вас сидим и чего-то просим у вас. Мы поддерживаем все интеграционные направления сотрудничества. Но не мы их инициируем. Россия инициирует. И мне просто тогда, ну ребята, таможенный союз, вот его принципы. Давайте будем строить на этих принципах. Нам же нелегко конкурировать с вами. Вот недавно разгорелся спор при формировании таможенного союза по автомобильным перевозкам. Там разрешение несколько, тысяч дают и так далее. И россияне говорят, нет, это не подлежит, это подлежит регулированию, это нам не подходит. Такой примерно был диалог, да? Я задал Владимир Владимирович, вы что, в Беларуси боитесь конкуренции? Гигантская Россия, вы боитесь наших перевозчиков. Так как мы же должны бояться? Нет ваших наших тут. Ну да, действительно. У нас этот рынок солидный. У нас этот рынок открытый, четко регулируемый, порядочный рынок. Но если это принято в таможенном союзе, свободное перемещение грузов, капиталов там и так далее, так давайте не будем закрывать. Нет, мы этого не можем. Еле договорились на двустороннее слово. Казахи против, эти против, потому что мы более конкурентоспособны. У вас порядочные, дисциплинированные, так и вы сделаете такие. И по многим вопросам, я уже говорю, вот смотрите, нефть, газ. Таможенным союзом мы договорились, единая таможенная территория с перемещением всех товаров. Произвели из этой продукции товар, вы продаете куда хотите. Так оно и есть, кроме нефти и газа. Мы покупаем, ну газ понятно, мы не эксплуатируем там, из него ничего, мы потребляем только ваш природный газ. А нефть, у нас вот вы, по-моему, были на нефтеперерабатывающем заводе. Да, 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 мы были на нефтеперерабатывающем. Вот, что этот нефтеперерабатывающий завод в условиях единого рынка, у нас здесь таможенных никаких пошлин нет, покупаем у ваших компаний или ваши компании поставляют свою нефть, перерабатывают у нас и продают. Дальше из этой нефти мы вырабатываем определенные продукты. Это бензин, это ракетное топливо там, дизельное топливо и прочее, это хорошо знаете. И еще то, что я даже не знаю, что они там вырабатывают. Мы выработали, продаем, ну на рыночных условиях, где дороже заплатят, туда и продаем. Посмотрели, говорят, нет. Вы слишком много зарабатываете, нефть купили, продаете дорого на Западе, цены там ясно подскочили на бензин и прочее. Я говорю, так это же ваш принцип рыночный. Где дороже платят, там и продают. Но это особый товар. Так, давайте-ка вы из своего бюджета перечисляйте в наш бюджет, вот эти определили размер пошлин на нефтепродукты, вы это перечисляйте в наш бюджет. Я говорю, слушайте, ну а какой же это таможенный союз? Мы же вам не говорим, что вот вы у нас что-то там купили, и даже реэкспортом во Вьетнам проезжают, нам говорят, вот российские тракторы, руки российские, это же МТЗ, Минск. А это нам россияне поставили, двигатели тоже. Мы же, к примеру, мы же с вас не спрашиваем, что вы реэкспортом кому-то поставили. Вы даже не переработали нашу продукцию, прямо поставили. Мы же ее переработали. На современнейших нефтеперерабатывающих предприятиях. Почему вы с нас берете деньги? Спорили, спорили, пришло подписывать таможенный договор о союзе. Я прямо говорю, одному и второму, у них же нефть и море, газ и море. Вы что, мы создаем союз для того, чтобы задушить Беларусь? Я с вами сотрудничать не буду в таком направлении. Таскались, таскались. Вот Семашка был участником переговоров. Ладно, половину таможенных пошлин все равно будем забирать, а половину оставляйте у себя в бюджете. То есть с барского плеча, ладно. Я говорю, ну, хорошо. Половина, может где-то придет время, договоримся об остальном. Совершенили налоговый маневр в России. Через полгода, после того, как подписали о этих полутора миллиардах, которые остаются в бюджете, в результате этого маневра, правой рукой все забрали из бюджета в Беларуси в Россию. Опять вот собираемся обмениваться ратификационными грамотами и прочего. Мужики, ну что вы творите? Ну, дураков же в Беларуси нет. Зачем вы забрали? У нас же положение еще сложнее, чем у вас в стране. У нас же нет нефти. Зачем вы забрали то, что вчера фактически мы договорились из нашего бюджета? Переговоры вели, вели. Что больше меня удручает? Приезжает Семашка с переговорщиками. Ну, сказали, 700 миллионов отдадут. А остальные там 350 или 400, сколько будет по году, источников нет. Я говорю, как нет источников? Это что, ваша проблема? У нас забрали эти деньги куда-то в бюджет российский или куда-то. Так оттуда пусть и отдают. Опять звоню Путину, говорю, Владимир, что это непорядок. Долго переговоры вели, снова где-то договорились. Вернули компенсацию, что забрали этим маневром. Но это что, нормально? Это ненормальные отношения. Если уж говорить о проблемах. Понимаете, вот эти вот, вот такое поведение частенько у окружающих странах, бывших республиках Союза, называют имперские амбиции. Извините, что я это говорю. Скажите, а как это назвать? Ну, зачем это? Ну, вы же видите, что это несправедливо. Это не так. И это ведь не убытки России. Говорю, давайте договариваться, если вы нам что-то одолжили без возврата, давайте договариваться о компенсации. Что мы, белорусы, должны вам сделать? И давайте оцениваем все то, что мы делаем. Может, будет баланс? А может, еще вам доплатить придется? Да нет, не будем считать и прочее. Это же не бухгалтерия. Я говорю, правильно. Не надо бухгалтерой заниматься. Но я просто вас хочу попросить. Никто просто так и безвозвратно в Беларуси не отдает. Наоборот, где-то, вот как я вам рассказал про этот маневр, стараются где-то наклонить, где-то унизить, чтобы на коленях постояли, где-то что-то попросили и так далее. Это неправильно. Это всегда огорчает и привносит в наши отношения не просто непонимание, а какую-то обиду. Или смотрите, вы ввели эмбарго против Молдовы. И нам, слушайте, ну вы нас поддержите, вы тоже вводите против Молдовы эмбарго. Я поехал в Молдову, и вот несколько впечатлений. Эту Молдову довели до ужаснейшего состояния. Там, я не знаю, они еле-еле душа в теле, как у нас у россиян и у русских белорусов говорят. Вот они присоединились, подписали договор об ассоциации. Вот я сижу, положил перед собой карту, поговорил с президентом дома в гостинице и смотрю. Молдову, представляете, Приднестровье, а сейчас Украина. Клочок земли отрезанный полностью от нас. В Украине, вы знаете, что происходит, дай бог разобраться. Здесь Приднестровье, чужая, считай, страна даже агрессивная. Кусок. Кусок их территории ведь. Я думаю, а вот я бы был президентом, абсолютно прорусский, пророссийский человек. Скажите, а как там поступить? Европейцы же это понимают. Румыния там отчасти. Они им что-то дают, там 100 миллионов, а для них это бешеные деньги. Там 30 миллионов на что-то. Дороги начали сейчас финансировать, очень интенсивно строятся и прочее. Я вот думаю, я бы что, отказался от этих денег, если у меня вообще нет предложений ниоткуда. Цена на газ. Россияне ясно по какой продают. У них просто нет выхода. Они как зверь, загнанный вот на охоте в безвыходную ситуацию. Но это еще не все. Веду переговоры. Вы знаете политиков их. Читай, как в Украине, только они не столько, наверное, значимы, в российских СМИ об этом не говорят. Вот президент, иногда забывающий ему уже под 70, а может и больше, забывающие русские слова. Я так для себя отметил. Ну, очень порядочный человек. Он не политик. Я говорю, как тебя занесло, он судья бывший, Верховный Назарь. Как тебя занесло в эту политику? Ты же настолько порядочный, что тебя растопцут ногами. Я это, говорю, понимаю. Ну, надо было, коммунисты с этими не могли договориться, с националистами. Ну, его как прокладку туда. И он мучается, они его треплят. Хорошо, что еще такой спокойный человек. Он не бросается, не спорит ни с кем. Николай Тимович. Ладно, коммунисты говорят с акцентом на русском языке. Вот они передо мной сидят. Вот министр Александр, и дело было рядом со мной. Старшее поколение сидит. Фракции, все были представители партии. Я с ними встречался. Среднее поколение с большим акцентом, путаясь в русском языке, ну, разговаривают. А слева оказалась же поросель молодая. Они вообще не понимают русского языка. Мы что, хотим довести ситуацию в Молдове до того, что там вообще забудут язык? А цена вопроса. Молдаване поставляли нам и вам вина и какое-то количество плодово... Ну, я...